Не проехать, не пройти Не проехать, не пройти Это фраза из уст горожан на каникулах, пожалуй, звучала чаще, чем поздравления с Новым Годом Машины из дворов выезжали буксуя, мамы с колясками из-за огромных сугробов боялись выходить на улицу Неужели коммунальщики тоже ушли на отдых, задавались вопросом броноульцы Во что может обойтись нерадимым управляющим организациям работа спустя рукава, узнавал сегодня наш корреспондент Алексей Янкин Вперед, назад и снова вперед Пожалуй, только таким способом сегодня и можно было проехать по двору 237-го дома по улице Георгия Исакова Объективно оценивая свои возможности, заднеприводная классика даже не думала сюда соваться Протяженная колея, которую по-хорошему следовало убрать еще в прошлом году Сейчас нервирует, похоже, многих, только не местную управляющую компанию Тут и проходить очень тяжело, потому что идешь и постоянно машины едут Тут приходится место уступать водителям А во-вторых, машины, да, буксуют Некоторые просто, у меня муж, например, он не может подъехать Он сюда не припарковывается, потому что он не может подъехать Впрочем, управляющая компания ДЭС-2 Ленинского района далеко не единственная, у кого хромает расчистка дворов Примеров масса Вот на такой живописный двор мы наткнулись на Гущино-77 Это уже железнодорожный район Автомобили по снежным канавам не едут, а буквально крадутся Опасаясь оставить на проезжей части бампер или глушитель За очистку здесь отвечает ТСЖ Совет-2 Один раз всего за всю зиму чистили Неудобство, на машине не выйдешь, не пройти Скользко Ну, просто ужасно ТСЖ один дом, сами понимаете Количество средств поступает немного Не как в управляющей компании Средства, если покупают какие-либо Значит, мы планируем прочистить дом буквально завтра, послезавтра Ощущение, что коммунальщики ушли на каникулы Неизвестно, когда вернутся, складывается и в центре города Сугробы подперли машины, а пешеходы ходят по снежной каше Во дворе дома номер 28 по улице Дыповской Зона ответственности управляющей компании «Прогресс» Явно выглядит не лучшим образом В мэрии признают, сегодня лишь каждый третий двор Может похвастаться чистотой Среди объективных причин называют Не новогодние каникулы коммунальщиков, таковых просто нет А суперснежную зиму и нехватку техники Трактора у частных компаний заказывают за 3-4 дня вперед Но это не повод уклоняться от своих обязанностей Двор должен быть расчищен после снегопада В течение суток до утра следующего дня Если нет реакции от управляющей организации Жителю необходимо обращаться Либо в администрацию района Либо непосредственно к нам В комитет жилищно-коммунального хозяйства Туда выйдет инспектор И будут приняты соответствующие меры Кстати, нарушение правил благоустройства Может дорого стоить нерадивым управляющим компаниям Штраф за заросшие снегом дворы Сейчас доходит до 50 тысяч рублей Ну а что касается услуги расчистки То затраты на нее уже включены В строку квитанции, содержание и текущий ремонт жилья И дополнительно скидываться на уборку двора От снега жители не должны Уверены чиновники Алексей Янкин, Андрей Печеркин Наши новости В краевой столице появились новые дорожные знаки Городские власти запретили ночную парковку Сразу на нескольких улиц города По словам чиновников, это необходимо Чтобы припаркованные автомобили Не мешали очищать улицы от снега О том, какие участки городских дорог Попадают под запрет Автолюбителям сообщают Специально установленные дорожные знаки Их можно увидеть практически во всех концах города От потока и черемушек до центра Полный список улиц указан на официальном сайте мэрии Семь жителей края из 32 пострадавших в ДТП На Чуйском тракте По-прежнему нуждаются в круглосуточной помощи врачей Их доставили в больницу скорой медицинской помощи Барнаула 4 января После столкновения двух пассажирских автобусов Специалисты уверяют Такой крупной аварии с участием общественного транспорта В Алтайском крае не было уже 4 года Рассказывает Ольга Калачева 240-й, 235-й, где-то вот в этом районе Александр перепелится в системе РОС Транснадзора уже четверть века Говорит, Чуйский тракт знает, как свои пять пальцев Знакомый чиновнику и место трагедии Именно здесь, на ровной трассе Недалеко от поселка Украинский Косихинского района 4 января столкнулись два пассажирских автобуса Участниками явились два автобуса Фактически там четыре машины участвовали Один перевозчик Новосибирс-Бийск Это бийский перевозчик, предприниматель Второй перевозчик на заказном автобусе Работал по маршруту Манжурок-Барнаул Удар был такой силы, что два человека погибли на месте происшествия сразу Третий скончался по дороге в больницу Еще 30 получили травмы различной степени тяжести Среди них и двое детей По предварительным данным, виновником трагедии Стал водитель рейсового автобуса Новосибирск-Бийск Водитель рейсового автобуса Хайгер В процессе оказания услуг по перевозке пассажиров В маршруту Бийск-Новосибирск-Бийск В направлении города Бийска Не учел дорожные и метеорологические условия И в результате усталости выехал на полосу встречного движения Где допустил столкновение с автобусом ЛАЗ По данному факту, Следственный комитет по Алтайскому краю Уже возбудил уголовное дело На особом контроле находится эта авария У губернатора региона и министра здравоохранения России Вероники Скворцовой Ежедневно данные о состоянии пострадавших ДТП Передаются в Москву На сегодняшний день в круглосуточном наблюдении врачей Нуждаются еще семь человек Один из них ребенок К нам поступили больные с сотрясением головного мозга С ушибом головного мозга Различных степеней тяжести С переломами конечностей И других костей скелета Некоторых пострадавших ДТП Врачи обещают выписать уже в начале следующей недели А кто виноват и что делать Предстоит выяснить следствию В крае начались внеплановые проверки общественного транспорта Ольга Калачева, Алексей Фризин Информационный канал, город Более 10 новых назначений в администрации Барнаула Информация о кадровых перестановках Появилась в первый же рабочий день На главном городском сайте На должность руководителя аппарата Первого заместителя главы администрации города Назначен Вячеслав Франк Более 10 лет этот пост занимал Петр Фризин Разговоры о его уходе из мэрии В связи с возрастом ходили давно Но контракт с Фризином все время продляли Вячеслав Франк ранее был заместителем Главы администрации города По градостроительству и земельным отношениям Новые руководители теперь в администрациях Сразу трех районов Максим Сабынов в Центральном Александр Михалдыкин в Ленинском Сергей Татьянин в Индустриальном Сергей Демин назначен на должность Заместителя главы администрации города По градостроительству и земельным отношениям Ранее он работал заместителем Генерального директора ОАО «Барнаук обстрой» Евгения Перфилива назначена Заместителем председателя комитета По делам молодежи Антон Шиломенцев возглавил Комитет по дорожному хозяйству Благоустройству, транспорту и связи А Юрий Еремеев Организационно-контрольный комитет Администрации Барнаула Из сегодняшнего дня в нашем регионе Приступила к работе новая структура Правительства Алтайского края Это значит обеспечивать жизнедеятельность Субъекта отныне будут не просто губернатор А председатель правительства Не начальники краевых ведомств, а министры На что повлияет изменение структуры И статуса главного органа власти На Алтае расскажет Елена Макаренко Высокопоставленные региональные чиновники Почувствовать себя в новом амплуа Сотрудников правительства Смогли в первый же рабочий день О высокой должности им напомнили Новые таблички Как на здании голубого дома Так и у дверей рабочих кабинетов Одна структура, например Департамент по документационному обеспечению Обеспечивает работу И самой канцелярии Губернатора И весь документ оборот правительства Но если внешнее преобразование Заметить не сложно То внутреннее, касающееся деятельности Нового органа Понять сразу нелегко Изменение структуры исполнительной власти Например, губернатор края Теперь еще и председатель правительства Это не просто формальность Говорит начальник департамента Информационной политики Андрей Липунов Новая схема Аналог правительства страны А значит решать региональные вопросы На федеральном уровне Власти края впредь должны быстрее и эффективнее Все-таки все понимают Все знают взаимоотношения Как выстраиваются Но когда в министерстве образования Появляется министр образования Регионального уровня Все-таки это, наверное, иной уровень разговора И решения вопросов Чем просто начальник управления При этом каких-либо привилегий Со стороны федеральных органов Не ожидают В правительстве Алтайского края Подчеркивают Расходы на создание и содержание Нового органа власти не увеличились Да и зарплаты у министров Как сообщают, не выросли Самой неожиданной персоне в правительстве Вице-премьеру Андрею Щукину В нюансах работы нового органа Еще предстоит разобраться Но то, что главная отличительная особенность структуры Коллегиальное принятие решений Он усвоил сразу же Когда будет заседание, о которых вы вам говорите Там будут выноситься вопросы И будет мнение заслушиваться всех Участников процесса И в этом вопросе очень правильно То есть, конечно, ответственность На председателей правительства Но все должны высказать свои предложения И все мнения должны быть учтены Круг рабочих вопросов у региональной власти Остается прежним Вот только ответственность за их решения Должна возрасти Статус правительства все же обязывает Наступивший 2017 год Богат на различные законодательные нововведения В общей сложности их принято свыше трех десятков О некоторых из них мы уже рассказывали Но изменений гораздо больше О наиболее важных в следующем сюжете Сегодняшнего дня ОСАГО начнут оформлять в электронном виде Цель нововведения устранить дефицит полисов На фоне сокращения страховых компаний Пока в России электронные полисы Продают только 14 организаций Их клиенты, с одной стороны, отмечают Удобство оформления документа Его присылают на почту И остается лишь распечатать С другой стороны, в ряде регионов Автовладельцы столкнулись с проблемой Проверки подлинности электронного полиса Сотрудниками ГИБДД В коммунальных платежках Мы больше не увидим строки ОДН Общедомовые нужды Но это вовсе не означает Что исчезнет оплата за ресурсы Которые идут на содержание общего имущества Многоэтажек Просто тариф стал фиксированным И включен в графу Содержание и текущий ремонт С января стало дешевле Объявить себя банкротом Размер госпошлины Которой нужно заплатить При обращении с заявлением о банкротстве Сокращен в 20 раз И теперь составляет 300 рублей Но это касается только физических лиц И для юридических Размер пошлины останется прежним В 6 тысяч рублей С этого года государственных служащих Ждет повышение пенсионного возраста По новому закону Прежде чем уйти на заслуженный отдых Им предстоит отработать Дополнительно еще полгода Небольшая прибавка к пособию Ожидают многодетные алтайские семьи Начиная с января Родителям троих и последующих детей Ежемесячно должны выплачивать По 9 тысяч 11 рублей В прошлом году размер пособия был на 164 рубля меньше И напоследок 2017 объявлен годом экологии Это значит, что по всей стране Будут проходить мероприятия Направленные на охрану природного богатства В Алтайском крае Только экологических акций Запланировано несколько десятков Елена Макаренко Информационный канал Город Система электронных проездных В Барнауле работает чуть больше месяца Пополнить баланс проездного билета Теперь можно и в банкоматах Сбербанка России Как сообщалось на официальном сайте мэрии В декабре должны были установить Программное оборудование На 86 банкоматах Сейчас работает 55 Адреса есть в интернете На сайте Центр Транс Напомним, что пополнять счет электронной карты Можно также в киосках Лига Пресс И в отделениях Почты России А вот персональные транспортные карты Оформляют не везде Например, студентам и школьникам Из малоимущих семей Сделать это можно только на почте Пенсионерам транспортная карта выдается бесплатно Но лишь при соответствующем заявлении Подтверждающем льготу Чтобы ускорить процесс оформления Заявление можно заполнить дома Бланки есть на сайте Центр Транса Главная городская елка На площади Сахарова Простоит еще пару дней Как сообщает пресс-служба городской администрации Демонтировать снежный городок Планируют до 12 января Чтобы открыть для автомобилистов Проезд по участку проспекта Социалистического Напомним, на создание горок Ледяных скульптур ушло больше 600 кубометров льда 32-метровую ель украсили 800 украшений И 300 гирлянд Обошелся городок бюджету Более чем 8,5 миллионов рублей Это почти на миллион больше, чем в прошлом году Но на этот раз, в отличие от 2015-го, погода не подвела И все ледяные скульптуры простояли до конца Новогодних и рождественских праздников Между тем, каток с прокатом коньков продолжит свою работу В зависимости от погоды ориентировочно до конца зимы 16 января в Барнауле намерены перекрыть участок улицы Червонной Причина строительства и подключения сетей водопровода И канализации их здания строящегося общежития Алтайского госуниверситета по адресу Червонная, 5 Как сообщают в Дорожном комитете города Будет закрыт для проезда участок улицы от дома номер 8 По Червонной до проспекта Ленина Автомобилистов просят заблаговременно искать пути объезда Открыть движение планируют вечером 29 января У многих россиян сегодня первый рабочий день в новом году Для кого-то это радость, а для кого-то настоящее испытание и даже стресс Как выйти на работу и не впасть в депрессию Об этом мы сегодня говорили с психологом Евгением Глуховым Евгений, здравствуйте! Что будет накануне просыпаться по будильнику хотя бы несколько дней Чтобы привыкнуть вновь? Вообще это очень мудрая мысль Себя так планомерно вводить в рабочий ритм Для этого есть много советов Например, прийти на работу и заниматься Не самыми тяжелыми делами Которые на вас очень сильно давят Начать, не знаю, с уборки на своем рабочем месте Если вы будете планомерно входить в ритм То вы, ну как аквалангист, как подводник Вы будете планомерно погружаться в эту среду И вас не раздавит Вы просто станете более упругим Более сильным для того, чтобы справляться с данными ситуациями Можно начать хотя бы просто вставать в одно и то же время Ложиться может у вас и не получится сразу Но после нескольких дней ударного труда Я думаю, что желание с утра подняться все-таки появится А вечером желание встать Желание лечь пораньше тоже появится То есть организм все равно возьмет свое Ну и опять-таки все праздники мы грешили, можно сказать Ели сколько хотели И не только там три раза в день, а больше положенного Вот как перейти к правильному питанию Вот тоже не со стороны медика сейчас, прошу совета А со стороны психолога Ну вот смотрите, вы же сейчас входите опять в свой рабочий ритм Вы начинаете заниматься привычными делами Вы занимаетесь привычными, не знаю, радостями По дому, с семьей, с детьми И вы волей-неволей будете входить в свой старый ритм Я, конечно, как вы правильно заметили, не медик И не знаю, как правильно Но хочу заметить, что во время праздников Вы ведь не просто так вот ели или радовались Ну без причин У вас был и повод, и вы удовлетворяли свои потребности А потребности, вот это то, чего вам Ну вообще нам всем людям очень важно удовлетворять Когда мы их удовлетворяем, мы становимся довольней, счастливей, радостней Праздничный темпоритм жизни, как мне кажется Организм принимает гораздо охотнее, нежели вот рабочий Организм очень охотно удовлетворяет свои потребности Ему очень приятно вкусно покушать Ему приятно сладко поспать И помимо наших физических потребностей У нас есть наши психологические Это нам пообщаться Пообщаться с друзьями Пообщаться по нашей интересной, любимой теме Заняться тем, что нам очень давно было и важно Съесть ту самую любимую морковку Которую мы давно хотели съесть, но все не позволяли То есть мы удовлетворяем свои потребности И вот как раз термин разгульная жизнь Он ассоциируется лично у меня с тем, что человек начинает в крайности впадать Вместо двух-трех морковок, которые ему надо Он начинает есть в ведро мешок до тошнотиков А вот на самом деле нам столько не надо Здесь очень важно понимать свои потребности И удовлетворять их в той мере, которая нам важна и нужна Как не только организм на рабочие рельсы поставить Но и в кучу мыслей-то собрать Чтобы привести свои мысли в порядок И настроить их на рабочий лад Очень полезно думать о наших целях О наших делах, которые нам нужно делать Работа, она ведь подразумевает именно труд Достижение каких-то поставленных целей Сам перед собой ты их поставил Начальник их перед тобой поставил Не важно кто, но у тебя есть цели, задачи У тебя есть дела, которые тебе нужно делать У тебя есть задачи, которые ты должен решать И если ты просто хотя бы для начала список составишь Хотя бы, вот мне надо первое, второе, третье За завтра я должен взять три интервью Посадить пять морковок И там, не знаю, еще что-то сделать Ну, не важно Главное, чтобы у тебя были эти цели Главное, чтобы ты понимал, к чему ты стремишься К чему ты идешь Само вот это понимание своих целей сдачи Оно поможет тебе собраться То есть после нашей беседы я поняла Что просыпаться утром на работу Это совсем даже не проблема Так А большая, великая радость Так Ведь мы делаем что? Доставляем радость себе и окружающим Согласен Ну, а я напомню, что сегодня мой собеседник Психолог кризисного центра для мужчин Евгений Глухов С сегодняшнего дня на канале ТНТ Стартует первая громкая премьера телесезона «Гражданский брак» Новый комедийный сериал От создателей «Физрука» и «Реальных пацанов» Мне Коля предложение сделал Ты свое скажи А у меня нет Мы к этому идем Главные герои сериала Тема, 26 лет, творческий человек И Ника, 25 лет, выпускница экономфака И без работы Про себя говорят Мы давно вместе Но еще друг друга не бесим Так зачем усложнять жизнь И торопиться под венец Искать работу, квартиру А вам там же отпадут так Буквами выжать, да? Если ты останешься с этим клоуном Значит, бедность тебе гарантирована Создатели признаются Идея сериала витала давно Просто потому, что Гражданский брак История многих молодых пар Которым так хочется взрослых радостей Но очень не хочется решать взрослые проблемы И все же однажды приходится Мы не женимся Мы решили жить вместе Что ждет отношения Тема и Ники Разрушит ли их союз жизнь вдвоем Или сделает только крепче Так ли уж они инфантильны и беспомощны Как кажется взрослому поколению Смотрите с понедельника по четверг На канале ТНТ в 20.00 Сегодня первые три серии без рекламы С 20.00 Илья Кочетков, информационный канал, город Новый год начали с побед Два барнаульских клуба Продолжили сезон В самый разгар праздничных выходных Например, Алтай Баскет Отправился на первый выезд в 2017 году А игроки волейбольного университета Встретились на домашнем паркете С гостями из Урала Не сидели без дела и юные футболисты Динамо и школа Алексея Смертина С результатами спортивных выходных Вас познакомит Кирилл Политов Шесть из шести Волейбольный университет набрал Максимальное количество очков В двух домашних поединках На этот раз возмутитель спокойствия Высшей лиги опустил под откос Локомотив Изумруд из Екатеринбурга Обе встречи завершились С абсолютно одинаковыми счетами 3-0 Лишь в одной единственной партии Второго матча гости еще хоть как-то Попытались зацепиться за игру В остальные же подавляющее преимущество студентов Этими поединками коллектив Ивана Воронкова Завершил первый круг чемпионата Причем более чем успешно На четвертом месте Скоро откроют новый 14 и 15 января Вновь бьются в родных стенах В Барнаулу уже пакуют чемоданы махачкалинцы Поддержали коллег и игроки Алтайбаскета в Черкесске Барнаульцы дважды покорили местный Эльбрус 82, 71 и 89, 83 Результаты обеих встреч Сейчас Эльбрус замыкает таблицу Так что для многих болельщиков Такие итоги не стали чем-то неожиданным Следующий соперник Куда серьезней баскетовцев ждут в Майкопе Там им готова дать бой Динамо Который идет в тройке лидеров первенства С этим соперником клуб Михаила Терехова уже встречался Тогда на домашнем паркете удалось одержать Лишь одну победу из двух возможных Битва обещает быть жаркой Оформили дубль сразу два коллектива Барнаульского Динамо в числе призеров Зимнего турнира памяти Владимира Жучкова Оба юных состава тренируют Виталий Жилкин Компанию разбавили воспитанники школы Алексея Смертина Всего же за чемпионский кубок боролось шесть команд Планировали приехать гости из Новосибирска Не получилось В результате из иногородних оказались только представители Новокузнецка Гости заняли предпоследнее, пятое место Золото примерили мальчишки из первого состава сине-белых Их так называемые дублеры Бронзу Кирилл Политов Информационный канал Город И о погоде в Барнауле ночи до минус 18 Днем до 11 мороза До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова